Ну а сейчас вернемся в Серпуховской городской суд Подмосковья, который вынес приговор Дмитрию Грачеву. На прямой связи наш корреспондент Борис Максудов. Борис, приветствую. Какое наказание ждет ревнивого мужа, отрубившего руки своей жене? И вообще, раскаялся ли Грачев? Здравствуйте. Дмитрия Грачева признали виновным по всем трем пунктам. Следствие доказало, что мужчина сначала угрожал своей жене убийством и расправой, позже похитил ее и нанес тяжкие телесные повреждения. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но вот насколько раскаивается он в своем преступлении, сказать сложно. Он уже традиционно с журналистами не общается, а все то время, пока судья зачитывала приговор, стоял достаточно спокойно, взгляд его был опущен в пол и вышел из зала суда по сопрождении сотрудников. Он также безэмоционально. Полтора часа шокирующих подробностей на нескольких десятков страниц приговора. Конечно, подробности этого страшного преступления, наверное, теперь знает вся страна. Следствие буквально поминутно восстановило все события, которые происходили в ноябре 2017 года. Следователи доказали, что Грачев похитил свою жену, отрубил ей кисти рук, причем сделал это очень жестоко, готовился к этому преступлению. Поводом для такой жестокой мести и преступления стала обычная ревность. Мужчина подозревал свою жену в супружеской неверности. Кстати, Маргарита Шейкина, она после того, как мужа посадили, сменила девичью фамилию, лишила его родительских прав, сейчас общается с журналистами и дает интервью. Она тоже присутствовала на вынесении приговора, внешне выглядела очень спокойно. И главное для нее сейчас, как она сама сказала, это начать новую жизнь. Надеюсь, в ближайших фиграх мы покажем фрагмент ее интервью. Так вот, вернемся к событиям ноября 2017 года. Следствие поминутно восстановило всю картину, после того, как Дмитрий Грачев отвез детей в детский сад. Напомню, у них было, у них двое детей, два мальчика. Вывез ее в безлюдное место и там совершил жестокое преступление. Топором отрубил руки, причем топор, медицинский жгут и пластиковые захваты он заранее купил. То есть готовился к преступлению, уже без сознания он привез жену в больницу, где оказали помощь. Сейчас одну кисть ей удалось восстановить Маргарите, а на вторую установили протез. Суд признал виновным Грачева по всем трем пунктам, причем не признал смягчающим абсолютно то, что Дмитрий Грачев сам явился в полицию, сообщил о преступлении. Итого, результат этой страшной семейной драмы 14 лет колонии строгого режима, учитывая, что Дмитрий Грачев какое-то время уже провел в СИЗО, то есть на свободу он выйдет примерно через 12 с половиной лет. Кроме того, суд также признал требования Маргариты Шейкиной к своему бывшему мужу обоснованными и присудил ей штраф 2 миллиона рублей. Коллеги. Да, спасибо. Борис Максудов рассказал, какой приговор вынесут ревнивому мужу, отрубившему руки своей жене.